всем привет меня зовут елена добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу начать рубрику своих видео о своем питании не знаю моя это может быть больше для себя чтобы меня это мотивировало все-таки взять себя в руки и похудеть к лету потому что летом мы собираемся ехать на море и конечно хочется быть очень красивой да ну хотя бы хотя бы минус 10 килограмм вот поэтому сегодняшнего дня я буду записывать все что я кушаю по часам также в конце дня буду высчитывать калорийность и выкладывать видео пока поделают неделю а там посмотрим если меня это очень сильно вдохновит и смотивирует продолжим вот ну а сейчас на завтрак когда то есть сейчас уже пол двенадцатого у меня был первый завтрак 8 утра когда я провожала первого ребенка в садик вот что я кушала то есть у меня был на завтрак вот такой коктейль я вид белковый шоколадный сразу хочу сказать что что пп у меня не стопроцентно вот потому что на стопроцентном пп я срываюсь через неделю через две постоянно там уже через две недели начинают мерещиться мне там шоколадки всю жирность такое поэтому у меня где-то 30 процентов рациона будут все-таки присутствовать какие-то вот мы обычные просто блюда да просто главное не вылазить из-за своей калорийности то есть вот потешку закрою вот такой коктейльчик я беру в ваш они у нас продают 50 рублей мне нравится и разбавляю его молоком то есть мне нравится село зеленое есть полтора процентная когда бываю ваша не беру а так вот у мужа берет вот у него такое молоко 2,5 процентное 300 миллилитров молока и белково-шоколадный коктейль то есть углеводов конечно побольше ну и белок есть то есть полная белки жиры углеводы всем присутствует так следующий у меня рацион это я уже заварила вот такую кашу дочь покормила мне сейчас яичко доедает так то что тут решила посолить еще кашу ясно солнышко овсянкой 40 грамм не разбавила молоком и у меня еще было было ну вот круче 2 яйца отварных это где-то 110 грамм вот обычно я таким завтраком наедаюсь и чувствую себя хорошо еще да кстати вот перед тем как готовить очень сильно голод был я съела небольшую печеньку обычную как вот галетное печенье съесть 10 грамм вот все в конце дня покажу ну и все встретимся с вами на обед так вот готовлю себе обед на обед у меня будут тефтельки то есть я съем не знаю так ну вот готовлю себе обед то есть у меня будут тефтельки конечно это не все мне это моей семье муж там сегодня завтра детишки поедят вот катюшки в блендере перемешаю на капусту поэтому здесь говядина свинина лук чеснок рис пропаренный отварной на сковородку я добавила пол столовой ложки масла отмеряю на самом деле пол столовой ложки масла это не так много тем более я не съем всю эту порцию да и в к в этом марифит на спальне мне приложение все посчитаю покажу вам вечером как это выглядит так сделаю в подливе лук морковка добавим чуть муки то есть подливку сделаем и себе сюда и дочи отварить сведенную капусту на сегодня и на завтра гарнир вот мужу ярославу ну что мы завтра послезавтра сесть танцы макарошки поем вот но в основном это сделаю сейчас у парнир хотим тефтельку для семьи так еще поставила размораживаться говядину надо сделаю тоже овощную руку посмотрю кусочек говядины для себя и для дочи до кучи Так, вот пришло время обеда. Вот готовы мои тевтельки, у меня получилось 160 грамм, то есть в виде они были 170 грамм, а здесь 160 грамм. Так, также помидорок просто нарезаны, посыпаны сверху немного солью, 150 грамм. И еще хочется что-нибудь сладенького после еды всегда. Горький шоколад Риттерспорт 10 грамм. И еще я выпила водички за 15 минут до еды, вот недавно. И может быть еще там шоколадка, чаек попью без сахара. Так что вот такой вот у нас простенький обед, можно сказать ПП. Ну что тут, белки, углеподы, да, то есть можно было в макароны положить, но рис уже, тевтели уже состоят из риса. То есть там где-то 100 грамм получается фарш, да, и 50 грамм отварной рис. То есть вот так. Так что всем приятного аппетита. Так, сейчас у меня настало время перекуса. На перекус сегодня у меня творога 100 грамм. Кефир 2,5, получается 5-процентный, потому что я брала отборное молоко. Ложила туда пол чайной ложки кефира и через 12 часов у меня получилась такая вкусная простокваша. Вот я положила 100 миллилитров. И яблоко 60, о нет, здесь 80 грамм. И немного фит-парада для вкусноты. Так что это вот будет такой перекус. И потом уже будет ужин через 2-3 часа. Всем добрый вечер. У нас уже 9 часов. И это мой последний прием пищи. Вообще часа два назад я уже думала, хотела запить на все. Думаю, блин, нет, я это точно выкладывать не буду. Уже хотелось прям реально что-нибудь такого вредного съесть. Я съела 20 грамм молочного шоколада. Ну, в принципе, вот у меня калорийность получается суточно 1800. То есть я проставила. То есть у меня еще 550 килограмм в запасе есть. Это 1800. 1200 где-то я съела. Включая, да, что я ела на обед шоколадку. Еще съела 20 грамм шоколада. И на ужин у меня немножко невзрачно выглядит. Я вчера готовила детишкам, ну и себе тоже овощной рагу с баклажанами. То есть здесь у меня куриное филе из бедра. То есть не куриная грудка, а с бедра. Вот, потому что я читала информацию, да, то есть в бедрах очень много минералов, побольше как бы ценность пищевая. Более как-то это, куриную грудку тоже пресс на одну есть. И здесь на 3-х литровую кастрюлю я добавляла 3 маленьких картофелины, браколи, капуста, морковка, баклажаны. То есть на 3-х литровую кастрюлю я добавляла 1,5 ложки растительного масса. Поэтому масса я отмечу здесь 0,3 столовые ложки. Не знаю, захочу ли я, нет, может еще помидорку съем. И еще попью циклор с сахарозаменителем и 2 печеньки. 2 печеньки это где-то 100 килокалорий. И думаю, как раз я уложусь в эти 500. Даже мне кажется, здесь 350 килокалорий, максимум 400. И пойду детишек купать и будем укладываться спать. Так что постараюсь смонтировать. Не знаю, хватит ли у меня храбости. Выложу свое первое такое влоговое видео. Ну, знаю, что надо, но немножко побаиваюсь. Конечно, если будет очень много негативных отзывов всяких, то я, наверное, не буду снимать, я просто испугаюсь. Ладно, посмотрим. Ну, а, все в принципе. А, нет, сейчас у меня муж приедет, когда вечером. Я с того телефона сниму вам на своем телефоне MyFitnessPal, что у меня получилось в итоге. Сколько я там калорий съела, белков, жиров, углеводов. В принципе, вот погабажу, все вам расскажу. И завтра встану на весы и взвешусь, да, посмотрю уже, какой результат. Я понимаю, за один день результата не будет, сильного не будет, но уже как бы посмотрим, что будет в итоге. Так, первый день подходит к завершению. Вчера я уже уснула, мужа не дождалась. Сейчас я вот у него взяла телефон буквально ненадолго. И хочу подвести итоги, да, то есть помогает мне в похудении. Такое приложение MyFitnessPal. Есть еще у меня FatSecret, но вот плюс MyFitnessPal, то что я могу вот вам оставить ссылку в свой аккаунт, вы можете зайти, да, не зарегистрируешь, посмотреть все, что я кушаю каждый день на завтрак, обед, ужин, там, перекусы. Так, вот вчерашний день у меня открылся сразу же, да, цель 1800 у меня килокалорий. 1800, вообще вес у меня 88, трусики, все я одела, помыла, все нормально. Так, 1800 килокалорий, так, муж меня тут не отвлекает, не дает записать. Я поставила себе побольше, потому что MyFitnessPal мне выставила вообще 1400 или 1450. Я кормящая мама, для меня это, конечно, очень мало. Меня начинает голова кружиться, и долго я так не протягиваю. Вот, но сейчас стало поменьше кормить, энергии больше, чувствую себя гораздо получше. Подхожу к завершению с грудным вскармливанием таким образом. И вот вчера я покушала 1660. Вот, кстати, сейчас вспомнила, что забыла еще отметить сливки. Так, ну вот у меня был завтрак мой. Вот все указывает, сколько калорийности, перекус. Можете все по граммам. Обед. Обед. Вот у меня тефтели, да, фарш свина, говяжий. Еще я добавила рис. То есть вот лук, помидоры, растительное масло. Так, шоколад, перекус творог, кефир, молоко, печенье. Так, печенька, шоколад вот этот отметила. Филе бедра курицы, тушеные овощи в колоризаторе. Потому что просто вот тушеные овощи, когда набираешь, там прям показывают жиров очень много. 10 грамм жиров. Куда там? Жиров у меня совсем чуть-чуть. То есть я добавила вот, допустим, вот такие тушеные овощи. У меня получилось 3,1. Это как раз вот одна третья столовой ложки, где-то вот так вот. Так, еще на ужин омега-3 я выпила. Две капсулы, печеньки. Вот две штучки, про которые говорила. Помидоры я не стала есть все-таки. И все. Так вот у меня прошел день. Так, а почему у меня заела перекус? И вот в конце спускаю, здесь питание. Нажимаю сюда. И вот моя сводка. Белки, сейчас подождите немного, эти сливки добавлю. Так, цикорий я вчера вот уже вечером, я поела, да, вот то, что вам показывала. А цикорий с печенюшками я поела уже после того, как усыпила детишек. И добавила еще вот эти сливки. Вот сейчас вам покажу, как я добавляю. Очень быстро, не надо искать ничего. Вот, допустим, сюда добавить еду. Нажимаю. Нажала. И вот видите, вот здесь вот есть значок скриншота. Ищу скриншот. Вот так вот. И все, он нашел сливки. То есть тут одна чайная ложка жары. Ну вот где-то одну чайную ложку я и добавила. Вот так вот. 10 грамм. Нет, это не одна чайная ложка, а 10 грамм жиров. Смотрите, да, здесь могут прямо не ошибаться. 10 грамм жиров это в 100 граммах. То есть это не одна чайная ложка. Поэтому придется, наверное, мне самой исправить. Или вот ноль поставить. Я 10 грамм я отмерила. Блин. Сейчас вот так вот лучше сделаю. Так, 0,1. Угу. 12 килокалорий, 1 грамм жиров. Жиров. Все. То есть это уже полная картина. Все, что я накушала. И в конце сделаю сводку. Белки 94. Углеводы 151. Но у меня рубеж 180. В принципе, я меньше съела. Ну, я рада этому. Жиры 74. Жиры не должны быть слишком низкие. То есть 60. Для женщины ниже 50. Это уже все прям сос. Это очень плохо. Мужчина еще как-то можно. А если кормящая мама, мне как бы диетолог сказал, что жиры у меня должны не ниже 70 быть. Белки где-то 90-100. Вот так вот. Ну, углеводы все, что осталось, ну, поменьше получилось. Что-то вчера прям вообще мало углевода было. Не знаю. Я, наверное, вчера так вдохновилась запись видео своего, что даже сладкого не хотелось. Так. Ну, все. Прощаюсь с вами. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не судите строго. Это мой первый влог. Просто вот хочется с вами поделиться. Мне кажется, это вот мне как-то помогает быстрее двигаться к своему результату и не срываться. Пишите комментарии. Ну, и все. Всем пока-пока. До завтра.